Добрый день, уважаемые друзья, подписчики, все зрители, все желающие получить интересную информацию. Я постоянно подыскиваю, исследуя много журналов, приходится затрачивать много времени, чтобы всякую шелуху откинуть и получить более качественную информацию для вас. Поэтому в семьях часто случается так, что пропадает матка и пчелы становятся трутовками. И на видео часто бывают разные видео и разная информация. Поэтому хорошо иметь многоразличный подход к этой ситуации. Если у вас есть много разных направлений, попробовали один не получается, попробовали другой получился, третий опять получился. Так что у вас есть лучшие варианты, которые вы можете использовать для улучшения вашей пасеки. Итак, называется «Исправление семей с пчелами-трутовками». Ну или же «Как исправить семью с трутовками». Прошлым летом мне дважды пришлось иметь дело с семьями-трутовками. Исправить их я решил путем постановки гнездо-рамки с молодыми личинками, взятыми из других семей. Но ничего из этого не получилось. Маточники на этих рамках пчелы не закладывали, а подставляемые им уже готовые зрелые маточники разгрызали. В то же время пчелы упорно закладывали маточники на своем расплоде. Тогда я решил перехитрить пчел. Трутневых личинок из маточников я удалил, а на их место перенес пчелиных личинок того же возраста, взятых из гнезда нормальной семьи. Операция удалась. Пчелы-трутовки приняли личинок и стали за ними ухаживать. Эти маточники пчелы уже не сгрызали. А вышедшие из них матки благополучно спарились и приступили к откладке яиц. До осени обе семьи хорошо развились и набрали меда по 15 килограммов каждое. Я буду искренне рад, если этот прием поможет исправить семьи трутовки и другим пчеловодам. Город Урюпинск. Волгоградская область. Итак, друзья, обратите внимание, для тех пчеловодов, которые любят, знаете, исправлять свое положение, пасека небольшая, любительская, этот вариант подойдет, интересный вариант. Я думаю, что он сработает, исходя из того, что я имею опыт и подобные ситуации проходили. Так что, возможно, что пройдет. Еще одна интересная информация, статейка, она называется так. В февральском номере журнала пчеловодства в разделе «Вопросы-ответы» я прочитал вопрос Прохорова из Татарской Республики, который спрашивает, можно ли водить пчел вблизи нефтяных скважин. Я живу в поселке Нефтегорск Краснодарского края и работаю трактористом по подземному ремонту нефтяных скважин. У меня есть пасека из 10 семей, которые круглый год стоят на воле. Мой дом стоит среди нефтяных скважин. Также живут многие другие любители пчеловоды в нашем поселке. Мои пчелы стоят на расстоянии 200 метров от нефтяной скважины. В тихие безветренные дни запах газа чувствуется очень далеко. Но, несмотря на это, пчелы продолжают летать и носить нектар. Иногда работаешь на скважине и тут же рядом видишь пчел, активно собирающих нектар и пыльцу. Местность у нас лесистая. Ранее весной пчелы несут очень много пыльцы с кизила, орешника, подснежника и собирают нектар с клена, черноклена, явора, груши, кислицы и других медоносов. Я откачал от 7 семей 150 килограммов меда и сдал его государству. По моему убеждению, запах нефти и газа не очень влияет на пчел. Конечно, я не хочу сказать, что газ совсем не влияет на пчел. Но все же они вполне могут жить и собирать мед в этих условиях. Бывает, что придешь с работы в спецовке, открываешь ули, а пчелы даже не обращают внимания. Конечно, если идет взяток. Всем любителям пчел советую не бояться нефти и газа и смелее заниматься пчеловодством. Интересно, что мои семьи пчел никогда не болеют гнильцом. Обратите внимание на это качество. Никогда не болеют гнильцом. Вот это, по-видимому, этот запах не дает возможности развиваться гнильцам. И единственное, что меня беспокоит, это то, что они вместо пропольца часто собирают застывшую нефть. Пчелы приклеивают этим веществом верхние планки рамок к кулью и пачкают рамки. Я заметил, что нефть берут не все семьи, а лишь некоторые. Вот обратите внимание на такое, так сказать, добавочная информация. Может, что-то полезное вы возьмете. А полезное и есть, как говорится, во всякой интересной статье, которая здесь напечатана. И еще небольшая информация. Почему воск становится желтым? Пчеловоды знают, что у пчел воск выделяется восковыми железами, застывает на зеркальцах брюшных колец в виде белых пластинок. И иногда, если у вас на поддон выдвигается, вы можете увидеть эти белые пластинки по весне. Они прям просыпаются, потому что пчелы не успевают их использовать. Известно также, что свежие естественные соты, отстроенные пчелами, не на искусственное овощение, всегда белые. И воск, полученный от перетопки этих сотов, тоже белый. Но когда перетапливают старые соты, воск из них получается желтым. Почему? Почему же белый по своей природе воск приобретает желтую окраску? Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели следующее наблюдение и эксперименты. Прежде всего было установлено, что приодильные железы личинки пчелы в период окукливания выделяют белую белковую нить, из которой личинка вьет кокон. В течение первых 36-48 часов нить остается белой. Позднее, под действием кислорода воздуха, белок начинает окисляться, и кокон приобретает желтоватый и даже темно-коричневый цвет. Окисление на воздухе белка коконовой нити приводит к его распаду. В печь, в первую очередь, разрушается белок, находящийся на поверхности коконовой нити. В процессе окисления белок впитывает в себя из воздуха большое количество воды, в результате чего внутренние стенки ячейки становятся влажными. Если такую ячейку изнутри вытереть, намотанной на спичку гигроскопичной ватой, то она сделается не только желтой, но и влажной. Витертая же таким образом досухая ячейка через сутки опять становится влажной. В результате таких наблюдений мы пришли к выводу, что продукты распада белка коконов обладают высокой гигроскопичностью. Переходя из сота на сот, пчела пачкает ножки этой влажной коричневатой массой и разносит ее по всему улю. Вот почему ячейки в старых сотах под верхним бруском рамки, в которых ни разу не выводились пчелы по своей окраске, мало отличаются от ячеек, в которых пчелы выводились несколько раз. По этой же причине магазины соты при многолетнем использовании также становятся темными, хотя в их ячейках пчелы никогда не выводились. Нам приходилось десятки раз получать в сухом виде эти продукты и определять их гигроскопичность. Если старые почерневшие соты изломать на кусочки, а затем залить их водой комнатной температуры, то через 2-3 суток вода станет темно-коричневой. Эту воду мы сливали в высокий сосуд и давали ей отстояться. На дно сосуда осаждались крупинки прополюса, пыльцевые зерна, кал личинок. Обратите внимание, что тут написано. Кал личинок. Я выставил видео, как бороться с клещом. Переворачиваешь рамку, у меня написано на моем канале, переворачиваешь весь корпус. И кое-кто мне пишет, да ты не разбирайся, личинки кала не выделяют. А личинки клеща находятся сверху всегда. А когда вы перевернули корпус, они попадают вниз. И поэтому кал, выделяемый личинками, он всегда не будет находиться наверху. Сила притяжения тянет его на низ. И так как личинки клеща, он сам маленький, а личинки еще меньше маленькие, то естественно он там захлебывается. Такой метод экспериментировали и проводили. Я увидел на интернете и поставил такую информацию. Но кое-кто стал мне, так сказать, печатать. Да, ты вообще не разбирайся ничего. Вот, пожалуйста, я вам читаю 63-го года журнал, информация, что личинки выделяют кал. Над этим осадком резко обосабливался слой темно-коричневой воды, окрашенный продуктами распада белка коконал. Окислившийся белок в виде коричневой массы находился в воде во взвешенном состоянии. Отстоя осторожно сливали в широко эмалированное блюдо и выпаривали на слабом огне, не доводя до кипения. После выпаривания на дне блюда оставался осадок. Если соскоблить его острым ножом, получился аморфный бесформенный темно-коричневый порошок, похожий на толченый столярный клей. Он очень кислый на вкус, имеет запах фруктового перерженного чая. Небольшое количество, 1 треть чайной ложки этого порошка, помещенного в стакан с водой, в течение 2-3 минут окрашивает ее в темно-коричневый цвет. Вот почему воск становится желтым, друзья, а практически он должен быть белым. Итак, вы получили полезную информацию, ставьте лайки, подписывайтесь, до встречи, пишите комментарии, до свидания, жду ваших, так сказать, замечаний. Субтитры сделал DimaTorzok